ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добричком, комрады! Добричком, с Новым Годом! И вы знаете, желание всем исполнить одну свою мечту. Сегодня 1 января. На пляже после ночного месс. Месс это просто расколбас. Все грязное, все в бычках, бутылках, в алкашах. Но буду спать меня, путь далекий от обеих крайностей. Это значит, ты как бы и потанцевал, какое-то пивко заскочило. Но у тебя идея, брат, это не то, куда ты идешь. Это неинтересно утром валяться с бадуна. Интересно утром раздуплиться и пойти делать йогу на пляж. Чем мы сейчас и будем заниматься. Ветерок, поэтому я засел здесь, чтобы нормально была слышимость. Больше всего мне понравилось, что можно отжигать, танцевать, где угодно. Музыка со всех сторон лилась рукой. Снехи, снехи по банану, она кайфует. Особенно, когда она со мной под моей крышей. И какие там лос уебанос, ее не напрягают, вот такого плана, ребятки. Вот наша Чепорская братва, вот она такая. А вы говорите, климат хороший. You good? Okay. Glad to see you again. Same condition. No pockets, no money today. Дочитываю уже книжку Василия Караваева на английском. Блин, богат его язык. И, конечно, из этой книги я решил их тоже кличить Лос уебанос. Ну, это местные джанки. Конечно, если ты опустился по синьке, по наркоте, еще почему-то. Ну, пацаны, ну, шансов рассчитывать на офигенную счастливую жизнь, ну, ноль, браз. Я говорю, да бабок нету, он говорит, у тебя Google Pay есть? Google Pay? Yeah, yeah, I'm on the suit. That is great idea, to send you money to Google Pay. You're very good, bro. Не, вон, иди к дружбану к своему. Там обсудите ваши счета, переводы, транзакции. То она может прямо отжигать, и мне это нравится. Потому что, ребят, ну реально, 3,5 там, 2 тысячи за вход, просто за вход, не за welcome drink. Это много. Потому что я сравниваю, все познается в сравнении. Ты сравниваешь сутки на Мальдивах, стоит 45 долларов. И, блин, вход на какой-то пати, на который ты всегда бесплатно заходил, вдруг, именно в эту ночь, именно в эту секунду, стоит тоже 45 долларов. Но самое смешное, вот здесь ты еще бесплатно можешь тусовать, а вот здесь ты уже за 45 долларов дрешься плечом к плечу, вдыхая запах разгоряченных индийских парней. Нет, я за вот здесь. Мне нравится гулять, смотреть, наблюдать, от пати к пати, от музыки к музыке, по пляжу, чтобы луна светила. Это круто. Неохота гаситься в каком-то ночном клубе, где тебе сказали, ты должен быть здесь. Я повстанец, я так не хочу. О, куда, куда, атака, хорошо, пошел индийский бит, и все здорово срываются с места и начинают, начинают жестко задвигать друг друга. Ну, такое пати, что тут скажешь. А там народ наверху, он на потюху-то зашел, но танцевать не желает. Странно, конечно, не Болливуд, потому что. Главное, здесь все хорошо у нас. Девчонок, конечно, нет. Зачем девчонки, они только мешают всегда. Можно и с пацанами отлично кайфомнуть, даже лучше, чем обычно. Уже идет подготовка к мотивам. Через пару дней кино уже будет из паровоза, где я буду выдвигаться на юг Индии, в Кочин аэропорт. Никакого похмелья. Идаты по пляжам на велосипеде, байсикл. Ну, а утром индийцы, они по-семейному, все, у них здесь на пляжики приехать. Это классно, огненно, ветерочек. И вот расслабиться, может, похмелиться, может, наоборот, йогу поделать. Давай, брат, дай пас. Ай, какая классная высокоинтеллектуальная веселуха. И все довольны. И, кстати, вот как раз реальнейший пример. Да не надо платить за эти всякие ночлежки, даггисхаусы на Новый год. Вот же тепло, мягко. С друзьями, с девчонками. Душевные селфи с друзьями. И вот первые числа Нового года. И Ютуб присылает мне вот такое сообщение. Дорогой креатор, вы сделали за это время 300 видео. И я понимаю, какой это объем работы проделан. Сколько было съемок. Сколько было монтажа. И я думаю, блин, ну 300 видео у тебя до сих пор смотрят. Там полторы, две тысячи человек от сил. И ты думаешь, блин, какой же ты лузер. Но потом, если ты меняешь точку зрения, ты начинаешь видеть, какая это была жизнь. Каких я встречал людей. В каких локациях я был. Я пять стран снял. Чему я научился за все это время. Это дает идею, что да, продолжай. Продолжай делать свою дхарму. Ты потесли на Новый год. Какое-то пивко там заскочило. Что-то какие-то мысли о том, что о, да вот так. Надо бы это легко. А ничего не делать. Куда-то деградировать, набухиваться. Но потом, на следующий день, ты такой, так, новая энергия. Ты попробовал то, там уж сигаретку покурил. И ты понимаешь, да, ну, ты че, дерьмище, вообще забудь. Двигай своим путем. Да, он требует больше усилий, он требует больше энергии, больше собранности, всего больше. Но это и есть какая-то другого плана игра. Меня мотивирует раскрывать свои внутренние качества. А мои внутренние качества максимально раскрываются, когда я треск, собран, прокачан, думаю, креативлю, создаю, фантазирую. Вот это мои качества. И они мне цены. Из этого я и состою. Вот это моя жизнь. Я могу расслабиться там на денек. Но все, ты же упал, ты встал, ты пошел дальше, вспомнив свое направление, свой путь, свою цель, свои ценности. В этом сила, брат. Вот об этом и канал. О том, что ты по чуть-чуть каждый день двигаешься. И потом на какой-то момент накапливается это усилие, и оно приводит тебя туда, а ты не знаешь куда. В этом и парадокс жизни. Ну а сейчас, как о нем на Арамболь, там тоже что-то происходит. Всегда что-то где-то происходит. Не, ну против такого, конечно, устоять невозможно. Это да, конечно. What do you think you say? That's black beauty. Это черная красотка, конечно. Это она. Пляжная Арамбольская девчонка лучшая. Конечно, конечно, сейчас у Арамбольчан, Арамболиков и Арамбольцев обвалилось сердце. Да, это клиповские скалы. И мы все мечтаем о хороших уединенных пляжах. Коем раньше считался Свит Лейк. И это он, друзья мои. Да, здесь довольно уединенно, спокойно, никого нет. И новости, новости от Свит Лейка. Теперь он загоражен забором. Забором загорожен. Парни так и летают. Наши кондоры, они все в теме. Да, ВВС. Но вот этот забор, что он нам предвещает? Что за надпись там? Частная собственность. Ну вот такие персонажи здесь представлены. Вообще запах перегара такой стоит. Впереди них на километр. И вот дальше ты идешь. Что видишь? Видишь печальку? Потому что, в общем-то, теперь его оккупировали. Вот такие ребята. В общем, ты зашел только в центр, не знаю, Мапсовского базара. Или я даже не представляю, как тут можно отдохнуть, кайфануть, прославиться, получить удовольствие. Ммм, ребята, я пас, я пас. Мне очень не кайф такое море. Это говорит, да, как будто они тут на крещение прикатили все и давай окунаться. Ну так, да, трансформация. Мы вываливаемся назад. И что мы видим? То, что уже будка спасателей организована. Немножко организована. Немножко мусора насыпано. Ну так должно быть. Вижу, вон там куча-куча палаток. Кто-то живет по-тяжелой там вдали. Ну, конечно же, наши соотечественники. Только они любят эту байду разводить. Ну и вот так вот теперь здесь на уединенном пляже стало. Вот хорошая вечеринка вот происходит. Я вижу там. Такая душевная. Не знаю, причем окружение такое соответствует. Вот сразу видно, что люди, которые выбрали вот так место вот там потусить, отдыхать. Вот при таком раскладе. Ну, это странные выборы и, соответственно, странное проведение времени. Но алка-йога, она нужна. Алка-йога, она всегда необходима. Особенно для женщин. На закате надо делать. Кинг-Фиш и Стронг, судя по всему, помогает. А рядом учителю. Он говорит, сейчас, сейчас все получится у тебя. Верь в себя. Верь. Делай. Делай. Главное, не останавливайся. Цель видишь, вижу. Себя веришь? Верю. Ну и рядом сразу девочка такая. А я мусор сейчас подсоберу. Там у вас позвонки высыпятся. Они вам не нужны. Поэтому сейчас я ее подсоблю, чтобы пляж не засоряли. Вот так вот. А, ребят, работа достигнут. И здесь та же картина. Тут опять коровы. У них что-то потеря ориентации. Компасы не работают. Даже они забурились в горизонт. Президенция. Я жду, что коровы скажут. Интересно, что официанты ничего не предпринимают? Никаких действий. Так, так, а вот он. Ты же профессиональный выгонятель коровушек. Прощелкал фишечку. Как они себе так позволяют себя вести? Интересно, интересно. Ой-ой. Не знала ты, да, что вот так последует за этим? И надо выложить видео, потому что каждый день на закате я оказываюсь на пляже, выкладываю видео, делаю промо. И это такого плана работа. А потом прогулка. Да, надо гулять, надо гулять. Это дает тестостерон. Это дает мощь мужскую. Да, рано или поздно у каждого блогера наступает момент, когда он с умилительным выражением лица выбирается на пляж Орамбольский и начинает разглагольствовать о том, что ну какая же красота, ну как же это все классно, прикольно, невообразимо. Ну не знаю, мне сейчас барахолку напоминает, где-то базар какой-то, рынок центральный. Ну че, народу-то немерено. А дядя всегда здесь, вон-вон, жрет кукурузу у него. How much corn? 50. Все, 50 он выучил уже давно. Ух, парняга напал прям на барабанщика, отжал у него барабаны и давай функционировать прям. Че, неужели купить хочешь? Ни за что не поверил. Не, ну может быть, может быть. Алло, бойцов, тык намегали обоживай. Вот, ты такой сидишь отдыхаешь, тебе говорят, все, друзья, тапки собрали, кепки забрали, бычки подмели, пляж закрывается. А вокруг Индусское море просто. Вот меня, например, в последнее время больше всего привлекают местные жители. Я в Индию как раз и приехал, чтобы как-то с местными коннектиться, узнавать культуру, глубину. И вот торговки сейчас по мне самые хиповки. Такие, я не знаю, че это за микс вообще. Такие, типа, да, алды не поймут, эти старые хипаны курят. Вон мы как вообще дерзновенно выглядим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok